лайк подписка бубенцы пиши под этим видео столько комментариев сколько новых хорроров ты хотел бы увидеть на канале бла 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 всем огромнейший привет уважаемые друзья зрители и подписчики моего канала меня зовут евгений ну или матрикс если кому так удобнее и как же я давно хотел сказать эту фразу привет всем зайчиканутым да зайчик вышел зайчика проходим прошли основную канву ребятки небольшое отступление я постараюсь не забыть сделать таймлайн внизу то есть ну тайм-код внизу если забуду то просто мотите на пару минут вперед в общем в новом году сейчас третье число да у нас наконец-то третье число все выхожу из режима праздников теперь начинаем писать видосы в общем в новом году хотел бы поздравить вас уже с наступившим новым годом уже достоверно наступившим новым годом потому что в предыдущих сериях я не знал когда они конкретно выйдут и вышли они до нового года буквально там за пару-тройку часов поэтому с новым годом ребятушки с новым годом ребятушки не забываем спамить хэштег зайчиканутый в комментах если вы еще не приобрели новеллу зайчик заходите в нашу группу по ссылочке в описании там есть ссылочка и там мы разыгрываем как минимум четыре ключа как было заявлено изначально но я хочу вам заспойлерить что ключей уже больше чем 4 вот разыгрываем среди участников нашей группы и подписчиков канала поэтому не забудьте пройти туда обязательно вот и собственно о чем же у нас будут дальнейшие видео я поясню чтобы не было потом каких-то вопросов опять же как в прошлый раз у меня было когда мы проходили второй эпизод некоторые товарищи некоторые люди праведно возмущались я понимаю их возмущение потому что но были наверное не в курсе и я не предупредил в начале видео теперь я такой ошибки не допущу как видите предупреждаю сразу данные видео посвящены прохождению всех всех возможных вариантов всех возможных рутов веток и так далее не ту основную канву мы прошли то есть основной сюжет ссылочка есть в описании на плейлист на канале есть плейлист отдельно то есть четыре серии вот они вышли одним блоком мы канву прошли далее мы сейчас будем проходить все возможные ветки соответственно те вещи которые мы с вами уже видели вот будут беспощадно проматываться зачем нам наращивать вот это ненужное абсолютно составляющую то есть вы представляете из-за одного выбора мы будем 40 минут тратить только на то чтобы прочитать все все эпизоды не эпизоды вернее извиняюсь все те диалоги которые до этого уже прочитали в предыдущих сериях но это бред полный собачий это так не работает так нам это не нужно вот будем проматывать поэтому возмущаться по поводу того что ой а я вот хотела бы допустим прочитать вот все вот эти вот вот диалоги в чё к чему проматывает вот чё к чему проматывает сразу поясняю потому что мы проходим все выборы это что мы до этого прошли мы будем проматывать это именно так работает вот далее а вот в конкретно данной серии мне интересно посмотреть что же у нас будет если если есть у меня одна мыслишка то есть здесь сейчас вообще у меня ураган какой-то ураган абсолютно ураган мыслей которые нужно систематизировать я еще не готов исторгать какие-то годные теории как это сейчас будут делать ну вот подавляющее большинство теоретиков да то есть лепить вообще просто лепить горбатого я по-другому этого сказать не могу просто ну серьезно вот из из целой кучи теорий которые я отступление да помните дальше я тайм-код сделаю где начало будет вот во втором эпизоде когда я начал потом смотреть теории которые люди выстреливают господи думаю блять но неужели неужели зрители не понимают что ну вот либо настолько зрители вот всеядные абсолютно ничего не хочу сказать плохого потому что в основном вся ответственность того что будет заложено в голову зрителей лежит на самом деле на том кто этот контент делает то есть на контент-мейкере и если людям заходит ну значит правильная подача может быть но настолько бредовые порой мысли такие такие вот ну не взрослые какие-то мысли и зачастую это очень сильно очень сильно знаете на что завязано на какой-то клик бейт то есть чтобы вот прям человек увидел там вот яркое какое-то название яркую картинку я понимаю что все у всех так работает что всегда так работало что это всегда будет так работать я понимаю это прекрасно но не настолько же господи ну надо как-то более ответственно наверное подходить к этому делу увидел и вот он смотрит это видео и ждет какой-то сенсации а папа факту как бы ну никакой сенсации это нету и фактически все это ничем не подтверждается то есть это не просто догадка вот чем чем теория отличается от догадки когда ты предоставляешь теорию на суд у тебя есть какие-то факты которые теорию подтверждают вот этих фактов как минимум больше чем возможных опровержений ну как минимум по хорошему опровержений быть не вообще не должно таких весомых а когда у тебя все это на балансе на тоненького то есть ну может быть да но может быть нет но это как бы я ничего не обещают просто ну мое мнение вот вот такие вот дела но это очень странно на это прям очень странно справедливости ради хочу сказать что не все мои теории вот после выхода третьего эпизода каким-то образом вот укрепились в моем понимании кое-что пошатнулась изрядно пошатнулась но далеко не все то есть там немножечко есть моментов я сейчас все это буду делать как-то обдумывать обрабатывать в мозгу потому что очень интересно вот вот здесь мне действительно интересно вот просто интересно понять его вот я буду стараться это сделать и стараться донести до вас как-то вот в конве того чтобы вы поняли все это они просто так что нате вам нате хавайте вот вам очередной видос лайков не забудьте поставить кстати не забудьте поставить лайков забайтил да так вот чтобы я хотел проверить сейчас есть одна мыслишка вообще заявлено что те выборы которые мы делали в предыдущих главах они каким-то неким образом уже влияют на третий эпизод вот и вот здесь у меня прям я даже когда я все это проверю перед тем как выдать какие-то теория теории будут выдаваться уже после 7 числа наверное надо будет еще стримчик провести какая шапка душная кстати вообще шапка душная не могу на прям на прям горячий кипяток помпону ли сейчас вот так вот сделаю об заебца так веселей на рады отлично вот после где-то 7 8 числа буду выдавать уже какие-то годные теории плюс-минус именно в этих теориях я буду озвучивать те моменты которые я выяснил потому что если я сейчас все это буду озвучивать вот так вот то кто-нибудь может так посмотреть такой точно 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 сейчас мы сделаем видос а потом окажется что я как будто бы у кого-то спиздил на самом деле вряд ли да это уж понимаете надо и ака блин ребят серьезно сейчас читаю комментарии много комментариев за эти три праздничных дня как пока я отсутствовал на ютубе столько комментариев из серии так вот ты где господи мы тебя потеряли мы тебя уже чуть ли не похоронили смотрим канал это нету наверное удалил или еще что такое это люди там тысячу сто тысяч лет не знали что просто-напросто у нас канала нет и пришлось канал пересоздавать заново поэтому ребятушки если прям вот вы из тех самых людей которые потеряли меня внезапно там 45 месяцев назад то обязательно тыцните лайкосик сделайте репост чтобы другие люди тоже увидели что вот он вот он канал то есть новый на него теперь надо подписываться контент там там контент теперь у нас они просто так вот что вот вот взял канал удалил я ничего не удалял это youtube все все вопросы к ютубу если чё это не ко мне не ко мне вот я не хотел удалять канал если что но но такие вот перипетии я опять с вами и так что у нас 8 минут напиздел ни о чем вот здесь таймлайн будет по тайм код будет сделан так вот хочу проверить насколько сильно влияет то что мы сделаем в предыдущих эпизодах на то что мы делаем на то что мы получим в третьем эпизоде не знаю буду ли я делать какие-то паузы наверное буду но мне очень интересно что будет дальше если так чбд вот чбд что будет дальше если мы не возьмем turbo алисы во втором эпизоде почему вы спрашиваете меня да потому что в третьем эпизоде мы на эту турбу выбьем полароид если мы этого не сделаем соответственно с не будет фотоаппарата и скорее всего в дальнейшем мы не сможем сфотографировать какие-то улики правильно правильно да да давайте сделаем ну и не только все здесь мы отказываемся от турбы жвачку не берем так перематываем как я предупреждал входим в школу естественно здесь читаем про матюхина вовку здесь нас даем отпор я почему не делаю никаких пауз сейчас и все это изучаю и опять же опять же смотрю мне необходимо кое-что освежить в памяти потому что я не очень хорошо помню весь второй эпизод так чтобы досконально уж но тем не менее а конечно же выбираем выбираем алиску здесь наркоман стоит колется а вот и шприцы пожалуйста от наркомана остались тык от белочка белочку нашли отлично молодцы белка белка сейчас надо белку пожертвовать короче вывести волка напали на поляну ой кто это проверить кто же такой вот те на те в томатной пасте алисочка перематываем мой так грубиян просто просто грубиян вот те раз не надо так делать что это за карката сейчас все самое интересное чтобы вы понимали все самое интересное будет когда мы доберемся до так пошел в жопу ублюдок идти нахуй сказал это не я сказал это анток сказал семена между прочим кстати вы заметили что у семена печатка на компольте на пальцы левой руки да да хорошо и про тракторист кстати тут теория подтвердила что гараж скорее всего принадлежал трактористу 300 от сосил тракториста него и бяж ну чё ты начинаешь то подумаешь про тракториста пошутил все самое интересное начнется когда мы доберемся до 3 эпизода потому что именно там мы будем видеть какие-то новые диалоги пропускал и пропускал так сюда мы приехали так это у меня проматывается потому что я уже проматывал два эпизода там уже сейлы не работали если вы не в курсе то сейлы там не работали поэтому пришлось два эпизода промотать перед тем как записать третий такие дела ну а кому сейчас легко вообще никому не легко на самом деле ой какой страшный тип вот что это за тип на самом деле так так шапку забыл ой-ой-ой ставь лайк если увидел что я забыл шапку ага все шапку вспомнил чайку налил кстати смотри какой миленький бокальчик у меня и офигенно да зелененький зыбца так еще я знаете что предлагаю сделать посмотреть что будет если чтобы нифига себе у них коробка с сигарами что ли кубинскими обалдеть хочу проверить что будет если мы не возьмем хотя нет здесь тоже надо надо сделать чистый эксперимент надо сделать чистый эксперимент давайте сохранимся давайте-ка мы сохранимся так а отлично дело в том что я хочу проверить что будет если не взять печатку семена такая вещь была у каждого моего знакомого мальчишки пороховые петарды которые глушителем взрываются я вам хочу сказать что если бы такие петарды лежали у тебя на парте они у тебя там не лежали даже не преподавателя скорее одноклассники у тебя бы их спиздили особенно в закрытой арке говорят их собирают в китае они могут взорвать пальцы если зажать их в кулаке не знаю пока вот все пять пальцев здесь ну я конечно не совсем у меня в руках она взрывалась в пальцах ну что там фитильки такие были маленькие-маленькие как мышиных хвостик поджигаешь резко сгорают и там буквально за долю секунды надо так об спичку их так проводишь и швыряешь короче если не выкинул то у тебя просто разворотит руки так особенно эти черные корсары пластмассовых солдатиков они конечно не взорвут вот поделки из пластилина вполне если быть уж полностью честными то корсары у нас не продавались в то время были такие гирлянды вот именно из отступления опять же да такое именно из хрен пойми из бумаги из какой-то красненькие такие бомбочки красненькие и синенькие мы их называли просто бомбочкой они были красненькие и синенькие сто ли они 100 рублей за штуку поштучно продавались чтоб купить там за 10 тысяч ленту целую об этом даже вот мыслей не было казалось колоссальными деньгами для школьника это что и подобные я вам сейчас даже скажу где вы можете увидеть как это выглядело один дома когда он пугал пугал грабителей при помощи кастрюли вот этой ленты петард и кинофильма то есть он там про мафию кинофильм включал вот и такую ленту петард он поджигал и в кастрюлю бросал вот такие вот ленты продавались их вручную распутывали продавцы и поштучно продавали каждую бомбочку прикиньте вот так вот корсары не по поводу пластилина кстати ребят извините сразу извините сразу но скажу как есть что было то было из песни слов не выкинешь пластилин мы ими не взрывали зато ими охуенно взрывалось собачье говно дурака какого-нибудь найдешь бомбочку взорвать любой хочет на самом деле где он там в говно воткни и поджигай вот а фитиль очень быстро горит вы короче понимаете да что дальше было веселые веснушки игра называется сына как вспомнил так вздрогну блять и было то всего-то каких-то 30 лет назад представляете так 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 что у нас можно что-нибудь еще пошукать ага я посмотрел на портреты классика взгляд становился на фотографии и осенина почему в прошлом году мне задали выучить любое стихотворение и пап предложил про пса джима за авторством сергея александровича всех четверостиши я уже не помню до конца а ну конец почему-то врезался мне в память она придает чё она придет даю тебе по руку и без меня без меня в ее уставить взгляд ты за меня лезни ей нежно руку за все-все и не был виноват что блять кошачья волосня пиздец вам мейн-куна никому не надо отдал бы с удовольствием старенький дешевый проектор для рулонных диафильмов я называл такую модель танчик из-за внешнего сходства как-то у меня было много классных сказок которые мы смотрели с папой в темноте помню крошку енота и того кто сидит в пруду маугли редьярда киплинга и многое другое слушайте было дело наволочку белую натягивали и смотрели диафильмы да тут же меня накрыло воспоминание как гудел проектор фильмоскопа как пылал жаром его корпус а яркий луч бил в стену превращая ее в экран жаль что в школе диафильмы были в основном про полезные минералы и оба же так чем можно еще посмотреть здесь оказывается очень много деталей которые я упустил при первом прохождении ребят тун-тун-тун-тун-тун-тун за булку пощупал такой тун-тун-тун-тун за косу подергал хорошо все не зря в школу пришел ну все похоже давайте присядем так так все перематываем а нам будут давать паузу тогда на когда будет выбор какой-то даваться так сейчас на должен участковый прийти до так сейчас нам надо забрать кольцо надо подождать пока он отвернется вот здесь я вообще просто сработал на самом деле на какую-то на какую-то чуечку думаю он на меня смотрит без паники как известно в наших лицах водятся волки и медведи и лисы людей не боятся и близко не подходит так пока промолчим пока промолчим ребят мы все все сделаем все сделаем мы обязательно обязательно и расскажем про алису ему и выберем полину потом все сделаем вычислить бы еще кто он такой и проиграем ромке в карты деньги два ствола ну если этот убийца бабурина завали он и по нашу душу явится отвечаю слушайте пока тихонов лекцию читал я в его папку тайком так да сейчас он пока это мы все видели это мы все видели вот этот момент вот он момент истины посреди карманной пыли разместились пара медиков в компании с пуговицами на половину стертой резинкой вот в чем беда все у нас нет вкладыша серьезно у нас нет вкладыша в следующий раз и мы получается что фотоаппарат не получили ромка надел поларо себе на шею а затем подмигнул нам с бяшей серизы на полароид пойдем пойдем конечно а чё нет то семьи миновался того как лейтенант навещал класс на первый взгляд все осталось так же так отразится ли это каким-то образом в дальнейшем вряд ли давайте попробуем так здесь все то же самое да то есть здесь нам не дают возможности вообще выиграть полароид мы его не получаем соответственно в дальнейшем мы с вами ребятушки тогда вот промотаем не сможем сфотографировать что-то конкретно прям ну важное сейчас будет конечно клёвый момент но ой блять нет другой другой момент не этот этот не надо момент плохой момент очень там где так открываем печатка все-таки у нас есть у меня знаете какая была мысль на самом деле сейчас я уже могу открыть ее потому что мысль не сработала по большому счету я думал что если мы не возьмем фантик то для того чтобы выиграть фотоаппарат мы предложим печатку бабурина потому что тоже нихуя си какая пацанская ценность представляешь у мусора спизжена перчат печатка это улик на секундочку он бы на нее точно сыграл и скорее всего мы ее проебали бы скриптово и не смогли бы или просто поменялись бы на фотоаппарат вот и тогда мы не смогли бы положить в ящик эту печатку и соответственно каких-то улик не хватило бы в дальнейшем вот сейчас нам нужно для очистки совести просто-напросто так а вот здесь можно кстати знаете что сделать здесь можно получить хорошую ачивочку потому что в прошлый раз она здесь про дурку ачивку получить надо проиграть оля потому что я в прошлый раз волю выиграл некрасиво получилось так рыба так вот это мне тоже нужно маленечко вы для себя уяснить так все как бы маленький незаметно стоял по стрелку проема а потом он ударил так рыбу а оля дает дернул курачком сверху не сметируя удар не было легко представить что было дальше взрывающаяся рыбу с лутым жаброй клинком брызнула зловой слизью на маме на лицо если смерть приближалась так близко к маме как в тот день когда при нас человека сбила автобусом и кровь размазалась по лобовому стеклу некая бабушка отрубила голову цыпленку мама всегда впадала в странный пугающий да дружи приступ ее глаза закатывались она падала на обзничь как спиленное дерево и извивалась как та самая бившаяся в агонии рыба переворачивая стулья и выплевывая обрывки пугающих фраз но это прям прям эпилепсия но начали папа походу ебанутый ну папашка маленькую шифером поехал сто процентов так да давайте постреляем лучше второй раз обосрался да что такое то второй раз на том же месте пока пол так играть ну а больше вариантов то как бы и нету платки давайте загранем вот этот момент меня тоже конечно маленько подкашивает это ладно это я могу объяснить это потому что любую лесу зовут алиска сто процентов откуда ты знаешь она так сказала да когда с мамой мусор ходили выбрасывать а еще говорила что спасла тебя ну вот это тоже спорный момент спасла как любят побитый семёнка склонился надо мной слоняя луну рогатый великан вот это тоже спасение такое себе а еще она что-нибудь говорила я все равно не знаю не знаю как это пока устаканить откуда у нее информация про какое-то спасение или еще что-то такое но я не верю в то что оля видит алису вот не верю и все не верю а почему я должна бояться алиса добрая такая пушистая и красивая не то что сова сова оказывается тоже добрая сова тоже оказалась добрая на самом деле вот сова она видела на самом деле реальную сова сова черну прилетает она и прилетает из лесу дом на краю леса стоит прилетел сова а у нее как был паника ужас ребенок маленький боится ладно давай сейчас мы короче быстренько прострем опять же посмотрим что будет если проиграть сука застрелить собаку хочу так давай еще выпускай выпускай гусей гусей выпускай говорю ну собака серая так ну ладно порадовали малярку ох ни хрена себе тогда я в одну попаду все будет по-честному и подбил еще падающую вот так все больше не буду у него на глазах сердечко такое прям а можно сделать вид как будто бы я третий патрон выстрелил такой пух он такой высвинется ему бэх между глаз прям наверно нельзя хера 7000 уль молодец держи пятюню тысяч а еще не все а почему три гуся то у нее полетел сразу там один мой гуси что ли вылетел какой-то так бывает я не раз такой аутину охотнее играл ай блять попал в дерево в дерево и собаку красава ты так но задача может примеру промотать так записи мужика выбираемろу того что мы уже выгорели ромку попал здесь вариантов нет но шапку можем только взять мы не можем не взять на нашу 뿌�я НЕ МОЖЕМ взяли Взяли, погнали Раз-два, взяли, пёрнули, подняли Ой-ой-ой, куда же вы, куда? Так, и тоже вариантов не дохуя Мы можем только взять маску на самом деле Спасибо Получено достижение Настоящий детектив Спасибо, вы прошли третий эпизод Визуальной новеллы Зайчиг Так Так, неплохо получилось Дальше у нас полчасика прошло Так, значит, смотри На самом деле отголоски у нас Такие получаются А давайте попробуем, значит, что сделать Попробуем Не взять, не взять кольцо Вот отсюда Возьмем, так же сядем Все, пропускаем к чертовой матери Сейчас попробуем не взять кольцо То есть что будет, если мы не возьмем кольцо Все то же самое, только не возьмем кольцо Все, пропускаем Милиционер закончил лекцию И суетливо Заозирался О, ты смотри, что Наконец-то он приметил оставленную на моей парте папку Молча, сунул ее под мышку И не оглядываясь, пошел к доске И еще раз Гулять на виду Ага, дикие звери И еще раз Если вы заметите в поселке Кого-то подозрительного Неважно, возле школы Или на лесной тропинке Сразу сообщайте милицию Курильщик Курильщик Подожди И если мы Если мы лезем в папку То мы этих слов не знаем Телефон-то знаете? А, знаю, 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 знаю Я знаю, я знаю У меня есть У меня записан Хрен там Смотрите Записано Написано Мусора Три Шестьдесят семь Двадцать два Вот сюда надо звонить Спасибо, ребята Пожалуйста, Тихонов Спасибо, Лилия Павловна Пожалуйста, Тихонов И это Одноклассника вашего Мы найдем Ай, не ищите Он все равно не очень был Ну да, подумал я Поройтесь хорошенько Во врагах Может, соберете Как лего Мысли были злыми И какими-то неуправляемыми Я переключился на фразу Лейтенанта о подозрительных личностях Вдруг я видел маньяка Стоял с ним Плечом к плечу Подозрительные люди Хм-хм Насколько Подозрительной была Девочка-леса Разгуливавшая в темноте Чудачка из ниоткуда Что растворялась в воздухе Со своими загадками и стишками Но могла ли она причинить вред Здоровенному Семену Конечно, могла Финкой Подделай и все Так Ксеневу А, ну это Да, все Сейчас будем До свидания До свидания Лейтенант Уйдет Опоздаю Опездаю Мы, конечно же, промолчим Потому что расскажем Мы в следующей серии Ну уж нет Пидроответ Кто-то крикнул задней парты Но мы промолчали Так Все Перематываем То есть Будет ли какая-то возможность Сейчас, я не знаю Позвонить Может быть с ним Побеседовать Что-то такое Нет, здесь Тот же самый отжим Абсолютно тот же самый отжим Все то же самое А, да И здесь же сейф у нас Я понял Я к следующей серии Подготовлю другой сейф Где у нас Будет фантик Потому что без фантика Мы не можем Не можем Играть на фотоаппарат Ой, бля Упал Бедняга Мадама Беж такой Я мадама Я мадама Так, и? Что, все то же самое, что ли? Вот это Молстры, бля Как у меня Такие вот А, играть Уф, уф, уф Бумщ 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 Ты смотри, сколько гусей улетает Четыре гуся Четыре гуся Два моих вылетело Точно Давайте вырубим приставку Да и все Поиграли и будет Хорош А то глазки сядут Будешь потом в очках ходить Как я Будут тебя в школе чморить Антон 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 Тебя в себе Девушка какая-то Сколько это Там не дофига вариантов Не споткнись Смотри Окей Так, выбор даем Опять же, Ромка Опять же, посмотреть Но здесь тоже Здесь разницы никакой То есть нам не дали В принципе Не позвонить Ни шиша Ниман У меня рука не поднимается Промотать эту песню Крепко на крепко вловить С детков слабеньких чморить Учить в школе Учить в школе Учить в школе Красавчики Тааааак Ладно, это мы поизучаем потом Это я поизучаю потом И я сегодня Какой-то не грустный Антон А? Так что? Алиса Давай начнем С самой сладкой Ну вот здесь вместо мяса Как бы они и жрут конфеты Ну у меня такое ощущение Как будто бы это Ммм Просто-напросто Небольшой авторский заменитель Спасибо Да на здоровье Говорила же Это твоё Ладно, можно мотать О! Тут прям Прям про наркотики получилось Тут просто родился новый анекдот Я не знаю Случайно Причем при прочтении комментариев К третьей части Написали Какая прикольная превьюка Я говорю Ага Это типа Скажи наркотикам нет Получилось Превьюха такая Типа черно-белый мир И цветной мир Скажи наркотикам нет Хозяин леса принес В лес целый мешок наркотиков Очень долго с ними разговаривал Но нет им так и не сказал Вот Катя Катя Так Ладненько Слушайте Ну у нас уже 37 минут получилось Давайте на этом завяжем Сейчас я сразу же запишу Еще одну серию Там мы будем Проверять Что будет Если Если Рассказать Тихонову Об Алисе И что будет Если Если Блин А если мы проиграем Ну давайте попробуем Проиграть Я не знаю Давайте попробуем Проиграть Ромке В Камин Ножницы Бумаг Вот Только сейчас надо будет Сейф переделать Потому что у меня здесь Сейф паленый Он без Без Вкладыша Но мы выяснили Что действительно Действительно События Которые происходили В предыдущих Эпизодах Очень сильно влияют На то что будет происходить В следующих Эпизодах Ребятушки Поэтому За труды За мои старания За мое Прекрасное Выдающееся чувство юмора И вот эту прекрасную Бороду Ставьте лайкосики Ну если нравится Конечно же Заходите в нашу группу Участвуйте обязательно В розыгрыше Ключей зайчик Ну прям Участвуйте Почему нет Ну что там Там уже больше Заявленного количества Призов Серьезно Я думал 4 разыграть А получилось больше Вот И собственно На этом Все Я с вами прощаюсь С вами был Евгений Лематрикс Всем Пока-пока Еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok